Эта книга – настоящий артефакт для тех, кто интересуется работой полиции, ее прошлым и настоящим. Над проектом авторы трудились почти пять лет. Три года архивной работы, один год на обработку материала и еще около года на написание текста и издания. Уже с первых строк читатель может открыть для себя уникальные факты. Оказывается, в 19 веке управлением города и решением всех важных вопросов занимались полицейские. Состав этой команды, которая управляла городом, он был полицмейстер, судебно-исполнительный пристав назывался, но на самом деле у него были функции помощника полицмейстера. Секретарь, два дела производителя и в штате полиции была повивальная бабка, потому что в городе не было больниц, никаких амбулаторий, вообще лечебных заведений, и бабка находилась в штате полиции. Не менее интересные факты представил и Геннадий Бурцев, соавтор книги. Он рассказал о работе правоохранителей в годы Великой Отечественной войны, о службе полицейских в горячих точках и противостоянии преступности в лихие 90-е годы. Время идет, люди уходят, а их героический труд, их, более того, даже подвиги остаются только в памяти. Память – дело такое. Сегодня помнишь, завтра забыл. Поэтому, знакомясь с архивными материалами, знакомясь с документами, рассказывающие об истории анапской милиции, я решил объединить это все под одной обложкой. Многие эти и другие факты из истории анапской полиции отражены и в документальном фильме, созданном нашей телерадиокомпанией специально к юбилею ведомства. Его также презентовали сегодня. Многие студенты признались, что книга в будущей профессии станет настольным справочником. Побывал на этой замечательной встрече ветеранов, историков, библиотекарей. Думаю, книга очень замечательная. Скорее я ее сам прочту и советую всем своим одногруппникам, однокурсникам прочитать эту книгу. Думаю, она очень будет интересная. Экземпляры книги будут переданы во все библиотеки муниципального образования. Доступны для чтения они станут уже в самое ближайшее время. Руслан Душевский, Анапа. Регион.